МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помощница детектива Насонова Ольга отнесла клиенту отчет о проделанной работе. Лифт в подъезде не работал. Вообще-то старших принято пропускать вперед. Барышня. Извините. А-а-а! Здесь ток. Коврик током бьет. Коврик намочили. Хулиганство какое? Ничего себе хулиганство. У меня сердце в горле колотится. Что случилось? Осторожно, Нина. Не наступай на коврик. Тебя ударит током. А это кто? Это она сделала? Это с Петуховым своим нужно что-то делать. А девушку тут ни при чем. Я живой, слава богу. Ну, Петухов, ну все, тебе это так просто не пройдет. Ты будешь сидеть в тюрьме, ты преступник. Петухов, слышишь меня? Правильно. Не волнуйтесь вы так. Может, это случайно получилось. Или мальчишки какие-нибудь решили пошутить. Этим проводком вас точно бы не убило. Ничего себе пошутили. Этот Петухов специально ремонт затеял, чтобы он знает, что у Нины больное сердце. На нее уже не первый раз покушались. Что дела? Успокойся. Девушка, милая, вы очень кстати. Вы знаете, что Петухов это страшный человек. Вы мне извините, что я накричала на вас. Я вас очень прошу, дайте мне, пожалуйста, ваш номер телефона. Надеюсь, что вы сможете свидетельствовать в суде. А меня зовут Чебрец, Нина Васильевна. Вот, пожалуйста. Ой, спасибо. Меня зовут Ольга, я помощница частного детектива. Звоните мне в любое время, но я надеюсь, вы понимаете, что прежде чем подавать в суд, мы должны доказать злой умысел. Ольга рассказала Насонову о странном случае в подъезде. А через несколько дней Нина Васильевна Чебрец напомнила о себе снова. А, да, да, я в курсе, Оля мне рассказывала коврик, который бьет током. Хорошо, мы сейчас подъедем. Чебрец? Да, просит разоблачить злодея Петухова. Говорит ей, что рассказать. Поехали послушаем. Нужно не забыть попкорн. Ну, ты зря иронизируешь. Все может оказаться гораздо серьезнее. Детективы подъехали к дому клиентки. Паразит, ты что же наделал-то, а? Вставай, вставай. Документы есть? А ты кто такой? Мент, что ли? Я частный детектив. А ты кто такой? Калыма. Сосед. Понятно. Оля, вызывай скоро. Где уже вызвал? Травма головы. Сама упала. Или ударила. Глянь, на площадке нет никакого предмета. Да нет, вроде. Букет, визитка. На имя Зуева. Это тот дедуля, которого здесь током стукнуло. Мне кажется, с нашей потерпевшей Роман. Еще какой, кстати, Роман. В каждый визит вот такой букет приносит. Так а что случилось-то? Да, что случилось. На работу шел, смотрю, соседка лежит. Нина Васильевна, что с вами? Это он. Теперь Тухов. Хотел меня убить. Ну, я скорую вызвал. Как положено, ничего не трогал. Так, Оль, бери с собой Рому и бегом к этому Зуеву. Если визитка его, значит, либо он сам здесь был, либо кого бы прислал. С этого момента Нина Васильевна, наш клиент. А я здесь дождусь скорую полицию. Следователь полиции Никитин оказался хорошим знакомым Насонова. Здравствуйте. Какими судьбами? Да вот, приехал к клиентке. Она хотела рассказать что-то важное, но не успела. Врач со скорой ее осмотрел, говорит, жить будет. Но вот когда придет сознание, неизвестно. Я хочу человека своего оставить в больнице. Ты не против? Думаешь, добить захотят? Да. Понял, сейчас подъеду. Будь другом. Попроси врачей, чтобы пока запретили посещение, а? Ладно. Ну, что у вас? Ну что, Зуев говорит, что он ни сном, ни духом о том, что случилось с Чебрец. Говорит, что весь день дом просидел, чистил печень и, что важно, свою. Так, значит, алиби у него нет. А как он объясняет, что букет с его визиткой был под дверью? Ну, говорит, что часто не заставал любимую дома и цветы с визиткой оставлял под дверью. Но не сегодня. Они в ссоре. Значит, букет мог кто-то специально подбросить, чтобы запутать следствие. А может, Петухов и подкинул? Ну да. Сначала букет, а потом по голове. Кстати, следователь просил тебя подъехать, дать показания по поводу коврика. Поехали вместе. А тебе, друг мой, отдельное задание. Надо будет устроиться санитаром в больницу, где лежит наша бабушка. А без меня-то справитесь? Нам будет очень трудно, но мы постараемся. Твоя почетная обязанность теперь обеспечить спокойствие и благополучное выздоровление бабушке. Вот. Привет от участкового. Целая кипа заявлений и жалоб от бабули. Между прочим, в последнем заявлении она упоминает твою помощницу в качестве свидетеля покушения на убийство. Ну, скорее всего, он хотел ее напугать, а не убить. Участковый тоже ничего не усмотрел, настрочил отказной. Уж очень часто Чебрец обращалась с пустяковыми жалобами. Так, а Петухова-то допросила же? Кстати, о Петухове. Тебе известно, что он бывший муж гражданки Чебрец. И моложе ее, между прочим. Так вот она в чем дело, а? Вот именно. Но у него алиби. Ездил на строительный рынок вместе со старшей по дому Ильиной. Я тогда возьму ознакомиться? Бери. Ольга по поручению Насонова приехала к внучке потерпевшей Чебрец Ирине. А в чем суть конфликта с Петуховым? Я не знаю точно. Бабушка говорила, что когда они жили вместе, он вроде бы бил ее иногда. Да, она терпеть его не могла. Хотела, чтобы он уволился с работы и просто из дома уехал. А он угрожал, оскорблял ее публично? Было дело. А с Колымой что за конфликт? Из-за обмена? Сосед предложил хороший вариант переезда, но бабушка отказалась. Он мог ей мстить? Конечно, Колыма скотина редкостная бросила жену с двумя маленькими детьми. Бабушка вообще терпеть не могла. Она и с принципами с ним общих дел иметь не хотела. Лучше бы я дома тогда осталась. У меня родители три года назад умерли. Ближе бабушки никого нет. И я не знаю, что со мной будет, если она умрет. А где ты была в тот день? Я уезжала. Я, кстати, ждала этого вопроса. Сейчас. Вот билет на электричку. Прости. Да ничего, я понимаю. Работа у тебя такая. Ой, слушай, а можно я тебя еще сфотографирую? Работа у меня такая. Хорошо. Насонов тем временем встретился с подозреваемым. Не знаю, что там Нинка на меня натрещала. Ну, Нина Васильевна считает, что вы специально устроились местной ДЭС электриком, чтобы целенаправленно ей отомстить. А, что я девочкой мстить? История сто лет там назад. Прожили около года, подцапались. Она на меня телегу накатала. Мне пришлось из города уехать. А там вляпался в историю по глупости. Ну, кого винить? Старую дуру, что не удалось жить. А что же там наделали-то? Да сосед без спроса взял грабли. А я выпишу был. Не рассчитал малек. Сам виноват. А сюда приехал, потому что квартиру у меня здесь. Выселил у квартирантов, устроился на работу. А это Нинка, чокнутая. Организовала здесь секту. Ходят тут, достают всех. А Петхов виноват. Да вы поймите, вас никто не обвиняет. Просто на вашу бывшую кто-то напал. Пытался ее убить. А Нина Васильевна считает, что это вы. Снова здорово. Я ничего не знаю. И знать не хочу. Все, конец. У меня обед кончился. Пошли. Насонов установил в квартире Петухова скрытую камеру. Мужчина, вы к кому? Не, я к Нине. Чебрец. Близкий друг. К ней пока нельзя. Я прошу вас уйти. А что касаемо посещений, так вы звоните, справляетесь. Вам скажут, когда можно будет навестить больную. И она пока все равно без сознания. Я боюсь вас не услышать. Пойдемте. Роман позвонил Насонову и сообщил, что в больницу к Чебрец приходил Зуев. Зуев отрабатывает следователя. Я думаю, наша помощь ему пока не нужна. Так, подожди, я потом перезвоню. У меня тут к Петухову кто-то пришел. Да ладно, ладно. Ты мне лучше расскажешь, что это за история с детективами. Нинка наняла меня расколоть, дура старая. Да успокойся ты, у тебя алиби. Ничего, у следствия на тебя нет. Все нормально, друзейшка ты мой. Да я не пойму, что она ко мне прикопалась-то? Столько лет прошло. А я знаю. Знаю. Есть причина у Нинки тебя не любить. Ты к ее малолетней дочке приставал. Да не было этого. Просто я на 10 лет младше ее. Вот я и мерещилась, черт что. Пенсионерку Нину Васильевну Чебрец нашли в подъезде с травмой головы. Среди подозреваемых ухажер Чебрец престарелый ловелас Зуев, визитку которого нашли на месте преступления. И сосед пенсионерки Колыма. Сама же Чебрец уверена, что на ее жизнь покушался бывший муж электрик Петухов. А что это ты со мной-то с таким плохим связалась? Ой, Гришенька, мне-то чего бояться. Бездетная я. Вот 4 месяца подождем и будем съезжаться. А ты мне говорила, 2 месяца мужа осталась. Самое главное, Гришенька, чтобы он не узнал. Ой, ревнивый же он был. Всю душу мне вымотал. А если узнает, и дачу, и квартиру перепишет на сестру. Как бы ни открылось, что мы с тобой ни на каком рынке не были. Детективы копают, проходы не дают. Ой, да не бойся ты. Ты со мной был. О, вот значит, какой у тебя алиби. Ольга разыскала кассира Бирюкова, которая продала Ирине билет до станции Луговая. Здравствуйте, это я вам звонила. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы узнаете эту девушку? Да, вам повезло. Я эту девушку на всю жизнь запомню. Она у меня билеты покупала до Луговой. Такой скандал устроила. Видите ли, я из дачи не додала. Мне пришлось старшего кассира вызывать. А вы видели, как она села в электричку? Ну, как убегала на платформу, видела. А в чем она была одета и что было у нее в руках? Ну, она обычно была одета в футболку, джинсы, ну, в руках пакет. А она что-то натворила, да? Да нет, просто уточняем некоторые детали следствия. Спасибо, вы мне очень помогли. Да не за что. До свидания. До свидания. У меня к вам несколько вопросов. Скажите, вы же предлагали Нине Василий переезд? Ну, было такое, предлагал. А вот сразу после вашего предложения у нее в квартире испортилась вентиляция. Ну, там еще кое-что произошло. Я специально проверял по датам ее заявления. Ну, по времени. Как-то странно, да? А я здесь при чем? Как я могу быть причиной всех ее бед? Тогда еще один вопрос. А что вы делали в период с 13.40 до 14.20? Да ничего не делал. Хотя, о, на работу собирался. Вы же меня подозреваете? И вообще, что я тут перед вами распинаюсь? Сам не могу понять. Вы не мент. Я не подследственный. Так что, разговор короткий. Насонов подбросил подозреваемому прослушивающее устройство. Звоните адвокату. Всего доброго. Да, Ром. А, понял. Сейчас еду. Оль, Нина Васильевна пришла в себя. Я иду в больницу. Может, надо прояснить ситуацию. Вечером с тобой встречаемся в офисе. А ты давай слушай Колыму. Я ему микрофон в сумку поставил. Давай. Нина Васильевна, здравствуйте. Я частный детектив. Моя фамилия Насонов. Помните, вы мне звонили? Как вы себя чувствуете? Спасибо. Мне уже лучше. Голова очень сильно болит. А что со мной случилось? А вы не помните? Нет. Хотя. Ну, наконец-то. Егор, ну ты как всегда. Нина Васильевна вспомнила, как все произошло, но не смогла описать подозреваемого. Сразу позвоните. Мой номер у вас есть. А мне вспоминать нечего. Это Петухов. Его арестовали? Ну, почему вы решили, что это Петухов? Вы же не видели, кто на вас напал. Мне кажется, вы к нему предвзято относитесь. Хорошо, я расскажу. Моей дочери уже нет в живых. И это не оскорбит ее память. Петухов приставал к моей девочке, когда она была еще ребенком. За это я ему устроила такую жизнь, что ему пришлось уехать отсюда. Я очень жалею, что я его тогда не посадила. А теперь он мне просто мстит. К сожалению, за давности лет мы не можем дать ход этому случаю, даже если он действительно имел место. Да и потерпевший уже нет в живых. Но я проверю, не замечено ли за Петуховым чего-либо подобного. Мы разберемся, вы не волнуйтесь. Только поправляйтесь. Вам нужен покой, мы пойдем. Спасибо. Да, скелеты в шкафу. И все-таки это Зуев. Но с Петухову я тоже не стал бы снимать подозрения. Они с Ильиной могли вступить с гор, хотя Алиби с поправками, но подтверждается. В смысле? Да не были они с Ильиной ни на каком рынке, а были в постели. А соврали, потому что муж или иной при смерти может лишить ее наследство. Ясно. Да уж, бабуля своими признаниями нам все карты спутала. Ну а разведчик твой как? Да ничего, справляется. Он парень-то хороший, нос только иногда задирает. Ну, на пользу пойдет. Ну ладно, пока. Алексей Викторович, вот вы мне ответьте, а то я уже запутался. Я кто, детектив или баба Маша-санитарка? Какого черта я здесь делаю? Тут и без меня прекрасно справляются специально обученные люди. Ты сотрудник детективного агентства и выполняешь здесь специальные задания. Я вообще подумал штат расширить, а тебя оставить здесь на постоянной основе, как засекреченного сотрудника. Издеваетесь, да? Нет, абсолютно серьезно. Свой человек в больнице нам всегда пригодится. Эй, нянечка новенький, у нас нельзя судно на полу оставлять. Да, и помойте пол в седьмой палате. Ну, что у тебя? У Колымы тоже алиби. В примерное время покушения он разговаривал по телефону с своей бывшей женой. Ну, где-то около часа. А что с алиби внучки? Кассир на станции подтвердила, билет у нее имеется. Но ведь не все внучки убивают своих бабушек, правда? Ну, в общем-то, логично. Так, и что у нас по результатам? Петухов был с Ильиной, Колыма провисела на телефоне, внучка была на даче, но методом исключения остается только Зуев. Колыма упоминал о разговоре, который состоит у него сегодня вечером. Может, он знает, кто убийца? Детективы решили проследить за Колымой. Зуев! Зуев! Ну, вас, значит, не пускают, да? Ну, ладно. Странно. Как же я сразу-то не вспомнил. Помнишь, перед самонападением из подъезда выбежал такой худощавый человек в плаще и в берете? Честно говоря, смутно. Думаете, это Зуев? Смотрите, Колыма заходит в квартиру Чебрец. Зачем я вам понадобилась? Я ведь видел, как ты возвращалась с пакетом домой. Буквально перед тем, как я нашел твою бабулю с проломленным черепом. Вы обознались. Я на даче была. Может, и обознался. Может, и нет. Я ведь не настаиваю. А может, это вообще Людка Новикова была с соседнего подъезда? Вы же с ней как сестры похожи. Ну, в любом случае, я на твоей стороне. Надеюсь, ты меня понимаешь? Не понимаю. Странно вы какой-то. И намеки у вас странные. Так ведь мое предложение остается в силе. Могу улучшить условия. Две двушки и автомобильку бизнес-класса. И всего только за то, чтобы ты уговорила бабулю переехать. Я не стану давить на бабушку. Если вы можете бросить жену с двумя маленькими детьми, то я не могу предать человека, заменившего мне мать. О-о-о, как пафосно. Только ведь не всегда черное, это черное. Бабуля сейчас лежит и думает, что это ее петухов хотел пришить. Честно говоря, я в тупике. Внучка? Ну, вариантов всего два. Либо Зуев, либо Ира. Вряд ли кто-нибудь из них признается. Попробуем взять на живца. Я обоим скажу, что бабушка пришла в себя. И завтра ее допросит следователь. Бабулю спрячем, а помощника на ее место? Ну да. Конечно, он не очень похож на бабушку. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Я думаю, преступник в больницу днем не пойдет, а придет туда ночью. Чувствую себя, как серый волк в ожидании красной шапочки. Или дровосека. Ну-ка, давай, лезь под дело. Ну, а кого ждем-то, что не поделитесь? Петухова? Давай, давай, залезай. Некогда объяснять, сейчас пока Никитину позвоню. Алло. А это Насонов. Ага. Ну, тут такое дело. Ну что, как ты? Ну как? Бинт уже всю шею отдавил. А если он не придет? Да придет, придет. Тихо. Что? Держи ее. Ну что, сприцей, я? Вот так сюрприз. Пенсионерку Чебрец нашли в подъезде с травмой головы. Кому нужна жизнь тихой пенсионерки? Настойчивому ухажеру-старику Зуеву или родной внучке, претендующей на наследство? Детективы устраивают для потенциального преступника провокацию, которая приносит неожиданные результаты. Я не понимаю, как же так? Она же тебе как мать была. Она хотела, чтобы я после свадьбы в съемную квартиру съехала. А к ней должен был переехать Зуев из коммуналки. А что, нормальный этот вопрос никак нельзя было решить? Да я пыталась, она же упертая. Достала она меня. Я 16 лет мечтала переехать куда-нибудь, лишь бы меня никто не трогал. Но бабушка решила, что пока она жива, то я не имею права на квадратные метры. Это она для других сердобольная соседушка. Родная внучка и в коммуналке может пожить, и в общежитии может пожить. А сама с этим Зуевым в четырехкомнатных хоромах. Ну, это ее право. Это ее квартира, она ее заработала. Откуда у нашей молодежи понятие, что родители им все время должны? Самим надо на квадратные метры зарабатывать. Вот если бы вы были на моем месте, я бы посмотрела тогда на вас. А провод под ковриком твоя работа? Я сначала хотела ее вынудить, чтобы она предложение к Колымы приняла. Специально делала вид, что это соседи гадят. А бабуля все это время грешила на Петухова. Однажды я возвращалась домой из института. Эй, осторожней! Здесь провод под напряжением. Спасибо. Учтем. Идея с ковриком пришла внезапно. Потом я замкнула лифт. Бабуля должна была идти в булочную, но внезапно принесло Зуеву, и он все испортил. То есть ты рассчитывала, что бабушка устанет от Петухова и согласится на переезд? Ну да, рассчитывала на это. Бабушка на принца пошла. Она Петухова хотела в тюрьму засадить, а с Колымой вообще общаться перестала. Считала его бандитом. И вот тогда я решила то, что решила. У бабушки пару лет назад был микронисульт, и я подумала, что удар по голове она не переживет. Ну ты как всегда. Слушай, алиби-то себе здорово организовала. Мы же ездили, проверяли. Ты что, на следующей остановке вышла? Да, там дорога к дому была. Да. Маленькие детки, маленькие бедки. Большие детки. Ладно. Спасибо. Ты как всегда на высоте. Увидимся. Ой, что-то я умаялся, Алексей Викторович. Может, мне теперь, ну, какой-никакой выпуск полагается. Что? Да я тебе только что жизнь спас. Теперь будешь отрабатывать. Значит так, завтра в девять отсюда увольняешься, в десять жду в офисе. Смотри, не опаздывай. Нина Васильевна поправилась и рассталась с Зуевым. Ирину приговорили к шести годам лишения свободы. Продолжение следует... Продолжение следует...